Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. Завершить работы должны до конца сентября. В Самаре продолжается ремонт дорог возле Крымской площади. В Самаре появится еще один благоустроенный сквер. Его планируют создать рядом с храмом Благовещения Пресвятой Богородицы. Исправны ли самарские автобусы и все ли меры безопасности соблюдаются при перевозке пассажиров? Сегодня сотрудники ГИБДД на одном из постов устроили массовую проверку транспорта. Норвежские фьорды в миниатюре. Чем привлекают туристов и жителей Самары Ширяева? Не нарваться на обман на Самарской бирже труда рассказали, как найти работу и при этом не стать жертвой мошенников. Еще одним благоустроенным сквером в городе станет больше. Жители промышленного района Самара обратились к главе города с инициативой преобразить территорию рядом с храмом в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Какие концепции благоустройства будущего сквера предлагают дизайнеры? Узнала Лариса Шлафаст. Цветники вдоль дорог это из многолетних цветов, но здесь существующее наслаждение. Дизайнеры предлагают две концепции благоустройства нового сквера у храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Сделать здесь зеленый уголок с лавочками и детской площадкой предложили сами жители. Эта территория находится в частной собственности, но городским властям удалось договориться с собственником о выделении участка для сквера. Один из вариантов – оформление парковый. Дизайнеры предлагают посадить у храма многолетние цветы, липы, каштаны и декоративные яблони. Установить скамейки. Второй вариант – олейный. Сквер будет иметь двоичное параллельное строение. То есть первая аллея – это торжественная для торжественных мероприятий. И вторая – зона, которая будет активно использоваться жителями и детьми для активного отдыха. Парковым будет сквер или олейным – более детально этот вопрос обсудят на следующей встрече с участием собственника земли и инициативной группой жителей, которые также обещали принимать активное участие в содержании нового сквера. На совещании обсудили еще одну инициативу – создание в Самаре первого тактильного сада. Это специальная территория для людей с ограниченными возможностями здоровья. Уже в этом году в качестве эксперимента такой тактильный сад запланировано оборудовать в Струковском парке во время фестиваля цветов. Они имеют ощущение и по запахам, по тому, почему ты ходишь, что ты трогаешь. Но это вот достаточно, на наш взгляд, интересная история для людей, которые ограничены в своих возможностях. Участники встречи обратились к Елене Лапушкиной с предложением высаживать больше новых деревьев в городе. Может быть, нам организовать какую-то акцию, чтобы мы откликнулись все ландшафтники, чтобы нам дали место, чтобы мы начали сажать склонные растения, восстанавливать люки нашего города. Глава города идею поддержала, но важно учесть и вопрос ухода за молодыми деревьями. К этому общему делу могут подключиться все самарцы. Мы должны людей в это вовлечь. Просто людей. Пока каждый человек не осознает, что он тоже отвечает и несет ответственность за свое будущее, за будущее своей семьи. Хочешь ты дышать свежим воздухом, у тебя возмущает спил деревьев и так далее. У тебя есть уникальная возможность. Вот территория. Ты можешь за этим деревом ухаживать и так далее. Глава города поручила профильному департаменту подготовить возможные варианты участков, где можно будет высадить деревья. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. Спасибо вам. Соблюдение трудовых норм, полная техническая исправность транспорта и разрешение на перевозку. Все эти требования должны выполнять водители пассажирских автобусов. С начала года сотрудниками ГИБДД было выявлено около тысячи технических нарушений. На масштабной проверке транспорта побывала наша съемочная группа. Время в пути из Похвестнево до Жигулевска для 16 пассажиров увеличилось в два раза. Вся проблема в неисправном руле. Валерия Саводчаева сотрудники ГИБДД остановили во время проверки пассажирских автобусов. После осмотра выяснилось, что рулю транспорта поврежден. Автобус загнали на штрафстоянку, а пассажиры стали дожидаться, когда водитель закончит ремонт. А вы как до этого, почему не исправляли? Вы не знали просто? Нет, она была нормальная, но она же со временем все равно расслабляет. 12 градусов стало. Правильно? Да, когда мы его ставили на штрафстоянку, сегодня около 9 утра, люфт был 34 градуса. Сейчас пройдемте со мной, документы заполним, мы вас отпустим. Первым делом сотрудники ГИБДД просят водителей предъявить документы. Затем осматривают сам транспорт. Такая проверка вынужденная мера. С начала года произошло около 50 ДТП с участием пассажирских автобусов, в которых погибли 3 человека. Учитывая, что в августе месяце у нас, как правило, пиковые перевозки междугороднего пассажирского сообщения, значит, на территории области, на основных федеральных дорогах организованы специализированные группы по контролю за пассажирскими перевозками. Еще у одного из автобусов оказалось поврежденным колесо. Из-за неисправности оно может взорваться на ходу и повлечь за собой печальные последствия, говорят сотрудники ГИБДД. За такое нарушение полагается штраф от 5 до 8 тысяч рублей на перевозчика и 500 на водителя. Причиной ДТП в большинстве случаев является человеческий фактор. Как со стороны водителей, нарушающих скоростной режим, так и со стороны перевозчика, который не следит за техническим состоянием своих автобусов. Страдают в этих ситуациях только пассажиры. За несколько часов проверки было выявлено 5 автобусов с техническими неисправностями. Информацию обо всех нарушениях направят в Управление Государственного автодорожного надзора и в Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Мэри Елчан, Максим Гусев, События. В Самаре продолжается ремонт дорог возле Крымской площади. Завершить комплексные обновления, которые проводят по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» должны до конца сентября. Успевают ли рабочие к сроку и как справляются с сюрпризами погоды, узнала Лариса Шалафаст. На улице Урицкого тяжелая техника не останавливается ни на минуту. Задействовано 30 машин и 60 человек. Котки идут один за другим, чтобы брака в работе не было и чтобы уложиться в сроки. Небесная канцелярия вносит свои коррективы в работу. Прогноз погоды отслеживают ежедневно. У меня вот несколько приложений в телефоне, по которым мы ежечасно отслеживаем погоду. И на сегодняшнюю ночь дождей не обещают. Поэтому, собственно, и запланировали укладку именно на сегодняшнюю ночь. Комплексное обновление территории у Крымской площади проводят по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На улицкого уже уложили выравнивающий слой асфальта. Сейчас приступили к укладке верхнего слоя покрытия. Здесь запланировано обновить 16 тысяч квадратных метров. Работу подрядной организации контролируют городские власти и общественники. «Выполнение работ по ремонту ведется под контролем МБУ дорожных хозяйств и департамента городского хозяйства. Весь систем следует отметить активную жизненную позицию жителей нашего города. Также и вклад в общероссийский народный фронт, который также осуществляет контроль за ходом выполнения работы». Движение на участке улицы Урицкого сохранили. Транспортный поток здесь интенсивный. Поэтому при ремонте используют щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь с повышенным содержанием высокопрочного гранитного щебня. У нее более высокая способность выдерживать нагрузки. «Это одна из самых новейших разработок в области дорожных покрытий. Она максимально износостойкая, прочная и долговечная». Самарских водителей такое преображение дорог радует. «Ремонт любых дорог – это положительное явление. Тем более хорошо, что они ремонтируются поздно вечером, когда уже движение минимальное, то есть не мешает движению. Ну и то, что качество дорог повышается, это, по-моему, рад любой водитель». Помимо асфальта на дорогах полностью обновят разметку, установят новые ограждения и светофоры. Также ремонтируют тротуары, инженерные коммуникации, решетки дождеприемников, устанавливают новый бордюрный камень. Там, где необходимо, выполнят устройство газонов. Всего рядом с Крымской площадью работы ведут на восьми участках. Сейчас готовность 65%. Завершить ремонт дорог здесь планируют до конца сентября. Лариса Шлафаст, Николай Епифанов, События. 23 года в колонии может провести мужчина, обвиняемый в организации похищения детей. Такой срок запросило гособвинение в Самарском окружном военном суде. Напомним, в конце января 2018 года полицейские задержали людей, похитивших 4-летнего ребенка из двора многоэтажки в Кенеле. По версии следствия, ранее те же люди пытались украсть ребенка в Тольятти. Силовики полагают, что действиями преступников руководил из Тольяттинской ИКЖ-16 Руслан Бакиев. С 2011 года он отбывает 18-летний срок за организацию убийства сотрудницы Самарского управления МЧС. Именно он нашел жертв. Злоумышленники планировали получить от матери похищенного 2 миллиона рублей. Предполагаемому организатору преступления Руслану Бакиеву запросили 23 года лишения свободы в колонии особого режима, первые 5 лет из которых он должен провести в тюрьме. Остальным его подельникам грозит от 5 до 13 лет лишения свободы. В чем секрет успешного резюме? Как составить анкету, чтобы работодатель точно обратил на вас внимание? А главное, как найти работу, на которой точно будут платить именно те деньги, которые пообещали при собеседовании, расскажет Мария Левина. Не все могут найти работу через интернет, а слепо доверять наружной рекламе, а потом заниматься самообещеванием, того не стоит. Альтернативой здесь служит ярмарка вакансий, которая проходит регулярно и недалеко от дома. К нам поступает вакансия от работодателей, которые проверены, которые подтверждаются бланком, и которые работодатель заверяет печатью и подписью. И если он заявил заработную плату, вот какой-то, да, то он обязан эту заработную плату выплатить. Елена Филатова два года, как вышла на пенсию, говорит, за это время отдохнуть успела. Дома сидеть наскучила. Больше 30 лет она проработала в детском саду, была на хозяйстве, теперь хочет что-то похожее. Найти варианты на ярмарке вакансий, где в одном месте собрались 25 работодателей, проще. Сидят специалисты, которые все объяснят подробно, поэтому все понятно. Не каждый может владеть компьютером. Существует миф, что людям предпенсионного и пенсионного возраста найти работу сложно. В службе занятости его опровергают. Человек в любом возрасте может обратиться к специалистам службы и для него найдут занятия. Сейчас по национальному проекту «Демография. Старшее поколение» в регионе бонусы для организаций, которые берут на работу людей в возрасте. Им компенсируют затраты на переобучение персонала. Самая большая очередь из соискателей к компаниям из сферы обслуживания. На ярмарке вас посетили, поговорили. С человеком что дальше? Приглашаем его более подробно заполнить анкету к нам в агентство, где человек более подробно о себе может рассказывать. А потом будет дополнительная собеседня? Да, конечно. А по результатам уже дополнительного собеседния вы говорите, подходит или не подходит? Да, более подробно уже только тогда можем сказать. На ярмарке вакансий можно найти не только работу, но здесь с людьми работают психологи и проводят различные мастер-классы. Например, учат, как правильно составить резюме, чтобы наверняка. Добрый день. Добрый день. Каким должно быть резюме, чтобы пригласили на собеседование? Ну, для того, чтобы в вашем резюме, конечно, бросилось в глаза работодателю, оно, конечно же, в первую очередь должно быть кратким, грамотным, составленным. Ну и, конечно же, обращайте внимание, чтобы в вашем резюме была описана цель поиска работы. Обязательно здесь имейте в виду, что нужно написать и довести до работодателя ваши достижения. Работодателю это очень важно. Есть какой-то секрет, может быть, успешный в резюме? Какие, например, качества стоит вписать, чтобы работодатель обратил на тебя внимание? Ну, конечно же, секрет какой. Я вот предлагаю, например, безработным гражданам, которые затрудняются в написании резюме, посмотреть и для себя выписать, какие требования предлагает работодатель. То есть от требований отталкиваться? Отталкиваться, конечно же, от требований работодателя. Те, кто подходящее место работы на ярмарке не нашел, здесь же обращаются к специалистам центра занятости и вместе смотрят в банк вакансий центра. Мария Левина, Николай Сидоров, События. Одно из самых мифических мест на земле находится в Самарской Луке. Маленькое самобытное село Ширяево. Здесь проживают около 500 человек, но летом за счет туристов эта цифра увеличивается в десятки раз. Чем привлекает приезжих в село, узнала Мария Левина. Мы сейчас стоим между двух гор. Попова гора и Монасырская гора. Есть дали, да, горы. Ну, в обрамлении гор мы живем. Владимир Владимирович Путин в 2000 году приезжал. Я, конечно, была молодая. Я им читала «Между горе залегло, в жигулях мое село». Это ведь стихотворение написал наш местный поэт Александр Абрамов Ширяевец. Вот его дом. Толпы туристов даже в будний день, в любую погоду. Они приезжают сюда снова и снова и каждый раз находят здесь, в одном из самых живописных уголков области, в селе Ширяево, что-то новое. Здесь действительно есть на что посмотреть. Почему Ширяево? Удобно добраться с детками. Дорога хорошая, что подняться можно. И, в принципе, очень красиво, детям интересно. Добраться до Ширяево из Самары легко. Часто ходят рейсовые переправы «Москва» с речного вокзала и поляны «Фрунзе». 40 минут речной прогулки исходишь в самобытном месте, у которого есть своя история и культура. Уфологи называют Ширяевские земли одними из самых мифических в стране и даже мире. Причина, по мнению ученых, кроется в местоположении. Здесь стык тектонических плит. Верить в мистику или нет – это дело каждого. Но то, что горы вокруг просто заполонили чертополох, трава, отпугивающая злых духов, мать и мачеха и другие лечебные травы – это факт. Местные жители, которых здесь почти 500 человек, используют их не только в быту, но и пытаются на травах заработать. В основном, конечно, кукол с травой. Наши травы местные очень душистые. И как бы в кукле, особенно вот в такой кубышке, здесь травяной сбор специальный, вот такой успокаивающий. Ну, вот интересуются, берут. Ширяева издавна считается певучим. К народной песне здесь отношение особое. Поют все. Ширяева славится не только чарующей природой, но и вкусностями, выпечкой и самодельным квасом, чтобы сделать глоток которого, сюда слетаются туристы со всего мира. За сезон здесь успевают отдохнуть больше 10 тысяч человек, не считая тех, кто приезжает только на выходные. Сегодня здесь десятки гостиниц и гостевых домов. К 2024 году село ждет еще больше перемен. Здесь делают особую экономическую зону туристско-рекреационного типа, с пешеходными дорожками и торговыми рядами вдоль Волги, рассказывают местные жители, которые с нетерпением ждут перемен. Мария Левина, Николай Епифанов, Василий Калдашов, Сергей Баскин. События. А теперь коротко о других темах дня. Вот это поворот. Сегодня утром в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Около 8 утра на проспекте Кирова с рельсов сошел трамвай. Очевидцы опубликовали видео с места аварии в соцсетях. Очевидцев удивил тот факт, что вагон не просто сошел с рельсов, но и перекрыл с собой часть проспекта Кирова. Горожане считают, что авария произошла из-за большого возраста вагонов. По движному составу, по примерным оценкам самарцев, уже около полувека, и он нуждается в замене. Между тем, это уже не первая авария с общественным транспортом на этом участке проспекта Кирова. Некоторое время назад здесь тоже сошел с рельсов трамвай. По данным сервиса, указывающего информацию о пробках, на пересечении проспекта Кирова и заводского шоссе осложнено движение транспорта. Примерная скорость движения потока не превышает 7 км в час. В Новокуйбышевске возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, которого подозревают в нарушении авторских прав. По версии следствия, 21 апреля, во время проверочной закупки, он сбыл контрафактное программное обеспечение на флеш-накопители. Его стоимость оценили в 2 миллиона 300 тысяч рублей. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Его возбудили по статье «Нарушение авторских и смешных прав. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому до 6 лет лишения свободы». В Самаре установили новые тарифы на социально-ритуальные услуги. Соответствующее постановление опубликовала мэрия города. Согласно документу, погребение умершего, не являющегося пенсионером, сейчас стоит 5 946 рублей. Во столько же обойдутся похороны человека, не имеющего родственников. В гарантированный перечень услуг по погребению входят оформление документов, предоставление и доставка гроба, перевозка тела умершего на кладбище и само погребение. Каждый гражданин страны имеет право на так называемые социальные похороны. Правда, перечень услуг при этом предоставляется минимальным. Самый простой гроб, доставка до кладбища и само захоронение. Также за счет государства место на погосте, катафалк и работа ритуальной бригады. Организацией бесплатных похорон в Самаре занимается муниципальное предприятие «Спецкомбинат ритуальных услуг» по адресу улицы Держинского, 27. В Самарской области отменят запрет охотиться на уток и гусей, который правительство региона ввело 29 июля, опасаясь угрозы возможных пожаров. Такое решение представители профильных ведомств приняли после встречи с инициативной группой охотников. Более того, последние опубликовали открытое письмо на имя губернатора Дмитрия Азарова, где раскритиковали инициативу и потребовали ее корректировки. Обычно сезон охоты на водоплавающую дичь в Самарской области длится с 17 августа по 15 ноября, но в этом году его отменили из-за введения особого противопожарного режима. Это значит, что до конца лета в лесах нельзя разводить костры и вообще присутствие человека там нежелательно. Это вызвало возмущение охотников. Они опубликовали коллективное письмо, где оценили свой ущерб из-за запрета на охоту. Речь идет о 90 охотничьих хозяйствах. Они могут лишиться 20 миллионов рублей прибыли. В Тольятти предприимчивые серферы организовали сплав по лужам города. Напомним, во время дождя в Автограде затопило проезд под мостом на перекрестке улиц Революционная и Ленинская. Энергичные горожане не растерялись и решили поплавать на сап-серфе в центре города. В сети они разместили фото и написали, что очень интересно ощущение плавать там, где обычно проезжаешь на машине. Сказали, что весело провели время, получили новые ощущения и позабавили прохожих. Быстрее, выше, сильнее дети из самарских лагерей приняли участие в ежегодной спартакиаде. В этом году она приурочена ко дню физкультурника. Ребята поборолись за победу в пяти видах спорта. Футбол, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика и подтягивания. Возраст участников от 12 до 14 лет. Их собрали из шести загородных лагерей. Не все ребята спортсмены. На протяжении смены дети готовились к соревновании. Помогали им в этом опытные тренеры и учителя физкультуры. Церемония открытия из-за погоды прошла в помещении. Болельщики активно поддерживали команды. Каждый из участников уже победитель, ведь ребята приобрели новых друзей. Все участники, организаторы, как говорится, они у нас работают не первый год. И, как говорится, данный спартакиада проходит достаточно на высоком уровне. Конечно же, они знакомятся, находят новых друзей и привозят к началу нового учебного года какие-то впечатления. Физкультурное движение России отмечает юбилей. 80 лет назад, во вторую субботу августа, состоялся первый день физкультурника в стране. Самарцы тоже принимают активное участие в этом празднике. Со стадиона «Локомотив» вернулся Сергей Кизоркин. Сергей, Надежда и Степан день физкультурника железнодорожного района проводят на стадионе «Локомотив». Для семьи Советниковых веселые старты – не соревнования, а спортивный праздник. Степан занимается в футбольной секции и мечтает играть за элитный клуб в Испании. Надежда и Сергей – фанаты фитнеса. Ну, вообще физкультура важна вообще для всех в жизни, на самом деле. Просто и сейчас, кстати, очень развит фитнес с молодых лет. Девочки, мальчики – все занимаются, и это очень прекрасно. Степан 10 лет, он уже занимается 4 года футболом. Старшему у нас уже 19. Он уже вышел из, как сказать, тренировочной, он уже играет со взрослыми мужчинами в футбол. День физкультурника районного масштаба на «Локомотиве» проходит традиционно. Несколько лет назад приходилось агитировать самарцев прийти на спортивный праздник. А сегодня от физкультурников нет отбоя. За кубок сражаются в мини-турнире футбольные команды, определяются сильнейшие в семейных веселых стартах и лучшие в сдаче норм ГТО. Мероприятие точно не отчетное, потому что даже вот это мероприятие сегодняшнее, оно проводится по инициативе самих участников. То есть выходили руководители предприятий, которые находятся в районе, с предложением провести вот такой прекрасный турнир, который проводим, собственно, для них. Готовят любителей здорового образа жизни к соревнованиям в Самаре тренеры по месту жительства. Только в железнодорожном районе их больше десятка. В городе около сотни. Программа по развитию физкультуры и спорта в Самаре работает уже почти 10 лет. Вы загляните в социальные сети, сколько много здесь людей, которые выставляют не просто так, вот они говорят о том, что они занимаются спортом, но самое главное, они показывают свои результаты. Для меня очень важно сегодня, что здесь семьи с детьми. Мы видим, что дети не на словах, а они говорят о том, что их родители вместе с ними прививают им любовь к здоровому образу жизни. У нас с вами должны заниматься здоровым образом жизни до 85%. Мы с вами в начале пути, но на правильном пути. Дни физкультурников на этой неделе прокатятся по всем районам Самары. А грандиозный праздник здорового образа жизни пройдет 10 августа. По традиции во вторую субботу месяца. На второй очереди набережной. В программе квест, парусная регата, концерт и ночной забег. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok